МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда ремонт не выдерживает никакой критики, общественная палата вновь прошла с рейдом по крышам жилых домов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тренировка с олимпийским чемпионом. В день открытия Олимпийских игр в Рио в Красноармейске прошла открытая тренировка с Александром Лёгковым. На мосту с конём за спасением лошади наблюдали десятки очевидцев и одна электричка. А теперь об этом и многом другом более подробнее в передаче новости Красноармейска. Здравствуйте! Критическая ситуация складывается в нашем городе с ремонтом кровель многоквартирных домов. В этом убедилась комиссия, прошедшая по крышам на минувшей неделе. Инициаторами рейда стали представители общественной палаты Красноармейска и местные журналисты. В состав комиссии вошли также сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта многоквартирных домов Московской области, управляющей компанией «Восток» и подрядных организаций СУ-104 и Гринвич. К последней было высказано немало претензий, как со стороны управляющей компании, так и со стороны горожан, пострадавших от некомпетентных действий рабочих. Только у управляющей компании «МКД «Восток» на данный момент зарегистрировано 19 актов затопления квартир из-за капитального ремонта кровли. Три обращения поступило от жителей дома номер 11-2 по проспекту испытателей. В залитии было двух квартир. Светлая система все время, они ставили ее впритык к фасаду здания. Когда Гринвичу все это было доведено, и не раз было доводилось, Гринвич нас не слышал. В конце концов, в один прекрасный день, когда мы здесь были с технадзором, с представителем технадзора, пошел дождь. И вся вот эта, ихняя работа показала себя во всей красе. По всем капельникам вся вода пошла по фасадной части здания. Сейчас мы наблюдаем, что они начинают их немножко выпускать. Выпуск должен составлять 15-20 сантиметров от фасадной части здания. Сейчас пока смотрим, но надо вылезти детально познакомиться уже на крыше. По словам представителя надзорной службы за ходом капитального ремонта жилых домов Василия Дорошева, на этом доме демонтаж и обрешетка кровли выполнена на все 100%. А вот работа по укладке нового металлопокрытия не выполнена и на 10. На многих домах на обрешетке и стропильной системе отсутствует огнебиозащита. К сожалению, такую плачевную картину мы наблюдали почти на всех домах, которые нам удалось посетить в этот день. Причина – полное отсутствие контроля за действиями подрядных организаций, производящих такие серьезные работы на жилом фонде. В некоторых квартирах, кроме протечек, обвалилась часть потолка. Благо, теперь в области создали государственное бюджетное учреждение, сотрудники которого призваны постоянно мониторить выполнение ремонтных работ. Я вижу поступательное движение именно организации СУ-104. У них все планово, завозятся материалы, необходимое количество рабочих. Я думаю, то, что заявил заместитель руководителя этой организации, именно до 22-25 августа, все дома, которые, кровли именно, которые им были поручены и заключены у них договора, они их выполнят. Подробный репортаж о рейде по критическому капремонту кровель смотрите на нашем канале в ближайшее время. Шесть дворов в нашем городе в этом году подлежат комплексному благоустройству. Оно включает в себя многое. Начиная от замены старого асфальтного покрытия, заканчивая установкой новых детских площадок. За ходом работ следила наша съемочная группа. В этом, как и в прошлом году, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил руководству каждого города Московской области проводить комплексное благоустройство не менее 10% дворовых территорий. Этим летом в Красноармейске отремонтируют шесть дворов. По адресам улицы Комсомольская 4, улицы Гагарина, дома 3 и 6, Новая жизнь, дом 6, Заречный тупик, дома 4 и 4А и двор дома номер 29 по улице Свердлова. На сегодняшний день полностью закончен ремонт двора дома номер 3 по улице Гагарина. Во дворе дома номер 4 по улице Комсомольской сейчас ведутся работы по ремонту дороги и организации парковки. Сняли старый и уложили новый асфальт. Во дворе этого дома появится еще и новая детская площадка. Программа комплексного благоустройства дворов подразумевает наличие шести обязательных элементов. Детскую площадку, парковочные места, озеленение, освещение, площадку для сбора мусора и информационный стенд. Традиционно в летний период комиссия по делам несовершеннолетних проводит профилактические рейды. О том, как они проходят и о главных целях проверок рассказала начальник сектора Валентина Головачева. Проходит пять этапов. Первый этап у нас безнадзорные дети проходит с 1 по 10 июня. В ходе данного этапа мы выявляем безнадзорных, беспризорных детей, а также проявляем семьи, состоящие у нас на учете, и выявляем дети, которые оставлены действительно без присмотра родителей. Проводим с ними работу, определяем детей по возможности и рекомендуем родителям определить в городской лагерь, который у нас ежегодно работает в июне. И оказываем какую-то материальную помощь, если в случае родителей не имеют возможности определить такой лагерь, то компенсируем частично таким родителям. В ходе проведения данного рейда было составлено 10 административных протоколов в отношении законных представителей за выявление подростков в вечернее время на улице города и употребление алкогольных напитков. Кроме того, в ходе профилактического рейда была оказана помощь многодетной семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. И, к сожалению, на учет в комиссию по делам несовершеннолетних было поставлено два подростка за неоднократное нахождение на улице после комендантского часа и употребления спиртных напитков. В ходе различных этапов проверяются также семьи, состоящие на учете. Ведётся активная разъяснительная работа. Также ребятам помогают устроиться в летний период времени на работу как в трудовые городские бригады, так и на предприятия города. «Официально работали подростки, вот 8 человек в июне и 5 в июле, это в Геодезии, в том числе и наши ребята работали, и Art Park Service официально тоже подал заявку. И на сегодняшний момент в Art Park Service у нас работают 5 ребят наших». В этом году продолжает свою работу акция «Доброе сердце», когда так называемые «трудные подростки» под руководством Валентины Головачёвой помогают сделать наш город лучше, высаживают цветы и деревья, ремонтируют детские спортивные площадки. Планируется, что в конце августа-начале сентября ребята в преддверии дня города вновь примутся за полезную работу. Ради одной лошади остановили поезд. ЧП с домашним животным произошло на железнодорожном мосту. Как спасали лошадь, узнаете из нашего сюжета. 4 августа около 8 часов вечера, переходя железнодорожный мост, одной ногой кобыла по имени Сафра провалилась в прогал между шпалой и железобетонной плитой. В итоге животное вместе со всадником повалилось на железнодорожные пути. Выбраться самостоятельно было невозможно. Застряла копыта, и в 20.30 в МЧС позвонили с призывом о помощи. Бойцы 2-го караула пожарной части номер 32 срочно прибыли на место, но быстро вызволить животное не удалось. Лошадь сильно брыкалась из-за боли в ноге и периодических ударов током. К тому моменту пути еще были не обесточены. Из-за происшествия электричка Москва-Красноармейск не смогла доехать до пункта назначения, и пассажирам пришлось идти по шпалам. Но, естественно, недовольных не было. Все переживали за лошадь. Мужчины даже решили помочь спасателям. Несколько часов длилась операция по спасению сафры. Лишь к 11 часам удалось извлечь поврежденную ногу. Один из специалистов конно-спортивного клуба после осмотра животного наложил шину. Хоть и хромая, но дойти до дома лошадь смогла самостоятельно. Надеемся на скорейшее полное выздоровление лошади сафры. Тренировка с олимпийским чемпионом, тренировка спортивного клуба «Пересвет-Кроссфит» прошла вместе с Александром Легковым. Под палящим солнцем заняться спортом решила и наша съемочная группа. Основой для открытой тренировки стали упражнения из комплекса, по которым тренируется сам Александр Легков. На тренировку с олимпийским чемпионом и почетным жителем нашего города пришли около 35 человек. В субботнее утро на бывшем стадионе «Зенит» собрались любители спорта из клубов «Пересвет», юность и просто заинтересовавшиеся горожане. По словам организаторов, тренировка проводилась в целях привлечения молодежи к здоровому образу жизни. Александр Легков пообещал, что и в будущем будет проводить открытые занятия в Красноармейске. В дальнейшем, если буду больше находиться в России, то буду чаще находиться в своем родном городе. Приезжать, помогать, рассказывать, детишек тренировать с удовольствием, какие-нибудь упражнения, какие-нибудь маленькие забеги. В этот день в Рио-де-Жанейро стартовали летние Олимпийские игры, первые в Южной Америке. На момент открытия игр в список спортсменов в Сборной России вошли 45 представителей Подмосковья. Когда мы проводим такие мероприятия, мы стараемся не только привлекать молодежь к активному образу жизни, к занятию спортом, но и хотим и призываем вас тоже поддержать наших ребят из Подмосковья на Олимпиаде. Игры 12-го тура открытого первенства Красноармейска по мини-футболу прошли 6 августа. О том, как развивались события на поле, узнаете далее. Прошедшие выходные синоптики назвали самыми жаркими днями этого лета. Но 12-й тур открытого первенства по футболу Красноармейска состоялся. На раскаленном поле с 10 утра до часа дня сыграли 7 пар. Одной из самых зрелищных игр была схватка Красноармейской старой школы против «Молнии» молодой команды из Ивантеевки. Команде уже 5 лет. Принимали сначала участие на Пушкинской дворовой лиге. Два года было безуспешно, потом взяли второе место. Потом играли на Пушкинском районе в большой футбол 11 на 11. Но это был такой пробный чемпионат. В большой футбол не играли все ребята, но вот вместе нет. Вот, там заняли, по-моему, третье место с конца. Мы еще более, так сказать, молодых ребят берем, которые подрастают. Вот. У нас опыт плюс молодость, как бы, хорошее сочетание получается, я считаю. Игра закончилась победой Ивантеевской «Молнии». Счет 3-0. Произведение искусства под открытым небом. Аллея художников в очередной раз порадовала жителей города прекрасным. Несмотря на ремонт школы искусств, Аллея художников продолжает свою работу. Увидеть полотна живописцев можно у Дома культуры имени Ленина. Свои картины представили 8 художников, как из Красноармейска, так и из других городов. Хотелось бы отметить еще раз о цели нашего мероприятия, цели Аллеи художников. Вот. С тем, чтобы общаться, показывать свои работы, показывать, что мы умеем. И, ну, потом это еще эстетическая часть. Вот. Это красиво. Вот. Мы представляем здесь свои работы. Помимо наших работ здесь можно еще увидеть декоративно-прикладное искусство. Это новое у нас в Аллее. Мы вообще стремимся и стремились всегда притянуть к себе людей, наших горожан, которые занимаются этим, ну, хорошим таким делом. Ну, как бы в итоге хотелось бы еще раз пригласить всех сюда, к ДК имени Ленина. Каждую субботу с 12 до 6 вы можете встретиться с нами, с художниками. В рамках работы Аллеи художников проводится постоянная благотворительная акция «Добрые картинки». Деньги, собранные с продажи картин, будут отправлены в помощь детям-сиротам. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Смотрите новости Красноармейской, и вы всегда будете в курсе городской жизни. Красноармейской, и вы всегда будете в курсе городской жизни.